Здравствуйте, мои дорогие друзья и единомышленники! И мы с вами вновь на Блашином рынке на Тишинке. Сказка продолжается. Вы можете налить себе кофе или чай и наслаждаться праздничной обстановкой, красотой, произведенной руками, казалось бы, обычного человека. Звучит красивая музыка и перед вами уникальные произведения искусства, собранные в одном месте, которые невозможно увидеть даже за границей в муниципальных магазинах и уж точно на Блашинных рынках на улицах и площадях, так как есть большая доля, что все эти произведения искусства могут быть подвержены осадкам, повреждены влажностью или ярким солнцем. И этой красотой мы с вами будем наслаждаться в течение нескольких минут. И посмотрите, если уж здесь представлено стекло, то совершенно необыкновенное стекло. Стекло на порядок выше, к которому мы привыкли. Одним словом, красота! Субтитры создавал DimaTorzok что здесь,我們的 а чьи, эти куклы, европейская, штампиков нету. И сколько она? Примерно сколько? 20 тысяч рублей. А это со своей одеждой или вы уже сшили? Нет, это родная одежда, которая была на ней. Вот такая куколка и так она одет. Что это за материал? Ну это фарфор такой. Фарфор, да? Да. Соберете все. И перед вами фарфор, которому почти 300 лет. Но 200 лет уже точно. Только представьте, 200 лет. В 1822 году Гендри Даниэль, Великобритания, основал собственное дело. Второй сын Гендри стал его официальным партнером в 1826 году. Считалось, что изделия Даниэля не уступают лучшему расписанному вручную фарфору того времени. Среди престижных клиентов были граф Шрусбери, герцог Кларенс. Позднее он стал Вильгельмом IV. С 1805 по 1822 год был период, когда Даниэль сотрудничал со СПОДом 2. Их отношения были взаимовыгодными отношениями двух талантливых бизнесменов. Это была команда мечты. СПОД обладал деловой хваткой и производил прекрасные изделия, которые с исключительным мастерством расписывали в мастерской Даниэла. И вот ещё одно имя. Принц Уэльский, впоследствии Георг IV, посетил фабрику и сделал огромный заказ для своей коронации. В 1827 году Даниэль уже работал один. И в то время ему удалось получить огромный престижный заказ от графа Шрусбери. Но, к сожалению, в 1848 году фабрика закрылась. Так что вы видите фарфор, который заказывался для королевских семей. И весь этот прекрасный фарфор украшал дворцы и богатые дома в того времени Англии. Посмотрите, какая красота! Ну, это уникальный фарфор. В 1868 году Цельцевыми комстанами. Пировки 21. Игра «Проище в Tipi» Матери «Проище мы не ассارжанское производство наells». «Проище следует из evolving маршруства... martyrdom». Вот сказки. Смотрите. Царевна-лякушка Беливен. А у вас в Беливен только одна книжка, да, сказки? А можно её посмотреть? Посмотреть. А что мне за это будет? А что хотите? Да нет, она у вас не одна. Там же ещё, я смотрю, Марья Марьевна. И сколько они стоят? Как вы слышали, стоят около двух тысяч. А выпускались они в советское время, в 50-х, 60-х годах, в типографии госзнака. Ну и немножко о самом Беливене. Беливен Иван Яковлевич – это наш русский художник-иллюстратор. Родился он в 1876 году и, отправившись как-то по заданию этнографического отдела Русского музея по Северным губерниям, изучал красоту средневековой деревянной архитектуры и крестьянского художественного фольклора. Ну и впоследствии он разработал ни с чем не сравнимый белибинский стиль книжного дизайна, продолжающий традиции древнерусского орнамента. Ну вот интересно, напишите, есть у кого-нибудь такие книжки? Просто интересно. У меня эти книги – одно из ярких воспоминаний, впечатлений детства. Это был подарок моих родителей как раз к Новому году. Ну и я до сих пор бережно храню эти уникальные книги. Ну и, как видите, на этом блошином рынке много очень интересных и уникальных книг. Ну, например, ёлочные игрушки старинные. Суточка тысячи. Четыре пятьсот чайник. Пока просто смотрю. А вот эти тарелочки, это чьи? Это Виена. Виена. Ванки. Так, это щёточка вот эта? Щёточка зеркала, да. Ну, это большой, а не большие. Да. Очень красиво. А вот синие. Собаки – это Китай. Китайские собаки очень часто и делают на этом традиционном разгрызении. Идут только вместе двадцать лет с листом. Вы меня чайником расстроили. Я просто мечтаю. Легу и везде. И сколько там золотые стоили? Тоже приделки? Судистик или в рай? Да. Триста десять грамм там пробовали. Ой, а у вас какие-то ваши визитки какие-то? У нас не визитки, но мы на каждой стишинке бываем. Так, это как у них? Ну, а сами, да? Что, что? Ну, а сами. Да. Ну, это китайские тоже. Да, да. Это вот восточная, по большей части. А это шкатулочка, да? Угу. Оно тоже позолоченное. Вот такое. Да, у вас цены просто приемные. Да, спасибо вам. Да, ну вы не расстроили. Или это пантера. Это пантера, кстати. Нет, эти... Я с вами попрощаюсь. Может быть, мы еще встретимся. Хорошо, Оленькая. Хорошо. У меня, кстати, на WhatsApp очень много. А, нет. У вас WhatsApp-то есть? Нет? Есть. Ну, найдите меня на WhatsApp. Я, может быть, туда тоже выставлю. В Инстаграме там. Я, честно говоря, не люблю через этот интернет. Там надо все время отслеживать. Хорошо. Если что, я вам вышлю и другие. Хорошо. Если хотите, я вам на телефоне покажу, что у меня еще есть. Какие. Ну, сейчас я уже не воспрямую. Спасибо. Друзья, вы только посмотрите на эту крошечную сумочку из металла, украшенную голубыми камнями, на тонкую работу. Посмотрите, какие здесь красивые листья, как все переплетено. Ее длина не больше 8 сантиметров. Вы представляете, 8 сантиметров. Все вещи, которые вы здесь видите, они привезены из Англии. Дорогая Аллочка из Канады. Канал Антиквариат и Винтаж. Очарование старины. Наш любимый канал. Я сразу вспомнила вас, как только подошла сюда и увидела эти вещи. Сразу вспомнила ваши уникальные вещицы из вашей коллекции. Здесь представлено все, что вы любите. Вот такие замечательные необыкновенные сумочки, кошельки из бисера, очаровательные гребни, броши, пряжки, флаконы. Главное, возьму вот это. А что это такое? Викторий Нальберт-музей выставлял лоты свои, викторианские. Скульптурная работа, тонкая. Да, такого я тоже не видела. Это однозначно. А за сколько вы купили? Многоогодние вещи совершенно. Более 6. А вот здесь стаканы. Бутылка у вас не горит на славе. Потому что мы вот дорогие. Какой белый с лесной кулакой. Это дорогой как-то. Передатрил. Ну, утряля был Бакараху. Да, да. У меня был Бакараху. Существует. Да, ну, утрял. А вот почему стоит? Да, нужно, что изначально много вывлезать. Но утряется. Если бы вам не росли, не росли. А если бы у вас, другое, так и может, что у нас свои, может, не творить. Да, ты. Уход, уже. Ну, не пил Пакараху. Хе-хе-хе-хе. Здесь уже как-то. Продолжение следует... Эти красивейшие гобелены, которые вы сейчас видите перед собой, сделали в Бельгии. Нечто подобное я встречала в замках Франции. И, кстати, совсем недавно я видела во дворце Алексея Михайловича в Коломенском. Они украшали терем-дворец ещё в 17 веке. Ну, посмотрите, какое чудо! Их украшали львы, диковинные деревья, шатры, прекрасные дамы. Ну и, конечно, единороги. Вот видите, на этом гобелине именно вот единорог красивый. У него белый красивый, у него рог. Да, а вот на этом гобелине мы видим эмблемы городов Бельгии того времени. Ну, посмотрите, не чудо ли эти эмблемы городов представляют красивейшие дамы и рыцари? Ну, вот подошло время и попрощаться нам с вами. А я даже не показала вам свои покупки, которые я сделала на рынке. Да, теперь нас точно ждёт третья часть. А я сегодня с вами всё-таки попрощаюсь и пожелаю вам чудесных встреч и удачи во всех ваших предновогодних делах. Да, и я, кстати, не успела вас поздравить с прошедшим католическим Рождеством и с наступающим Новым Годом. Я вас поздравляю, дорогие. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»